Я рад вас всех приветствовать И вообще речь должна идти изначально была О сборке вот этих вот замечательных колес от КТМ Одного комплекта и второго комплекта И мы конечно же об этом поговорим Но вместо с тем, парни, чьи эти колеса Привезли еще абсолютно новые колеса от Питбайка Вот эти вот модные мотарды А теперь смотрите, вот колеса абсолютно нулевые Обратите внимание Ой, сейчас буду показывать Обратите внимание на вот это То есть раз, спица торчит, два, три, четыре Они, ну, спицы не стоят даже в своих местах Вот о чем можно говорить О каком качестве китайских деталей И о каком смысле их покупки Вот так же торчит спица на заднем колесе Ну, здесь получше Вот торчит еще одна В общем, все это в крайней степени замечательно Ну и как раз на этом фоне есть повод поговорить Ну, точнее, показать и одновременно поговорить О КТМовских колесах В общем, что там с ними и как И насколько они все-таки лучше Что как бы логично Но сама суть, что это тоже, сука, стоит сейчас достаточно уже больших денег Сколько они там сейчас, под двадцатку стоят? Или больше? Вот, вот за это китайское вот это же шалупень От которой вот это, с лака наклей Это, фу, блин С лака, с лака С наклеек лак Вот он сковыривается Тут вот пленка А тут вот лак Ну, в общем, очень-очень классно все происходит в этом дивном мире Ну что, сейчас я их центрану по-быстренькому И приступим к красоте Я пора расскажу наружу Сейчас покажу О том, с чем же мы будем иметь дело Но пока это все встреч-пленки Естественно, смотрится она не так эффектно, как должно Но ничего Вам осталось подождать пару секунд Ну что, вот такая вот у нас красота А? Все, конечно, здорово Но есть всякие ног В общем, вот этот комплект колес Это у нас двухцветка Розовый кэнди с фиолетовым кэнди Без блесток, без ничего А этот комплект у нас идет Фиолетовый кэнди с блестками И это, я так понимаю, синий кэнди у нас залито Все, конечно, было бы здорово И типа Сейчас, как возьму, как начну все собирать Но нет Если к самим ободам никаких вопросов нет То вот со ступицами возникает очень много вопросов Ну, во-первых, там все загажено остатками смазки И помимо остатков смазки на него налип песок от пескоструя и всего прочего И это все сейчас надо вымывать Это здорово В этих ступицах вообще все с подшипниками и с втулкой И все это надо сейчас выдергивать оттуда и вымывать И только после этого устанавливать родные подшипники Ну, родные, господи, новые подшипники И начинать уже сборку Здесь точно такая же история В общем, все печаль-боль Но самая печаль-боль Это у нас вот эта ступица Потому что здесь Какое-то неимоверное количество газет забито Непонятно для каких целей Вот И здесь бы так и так пришлось бы прогонять А эти газеты теперь прилипли И прогонять все это будет в два раза веселее Ну, ничего Сейчас мы вооружаемся метчиком Ой, подставляем какую-нибудь чудо-штуку Чтобы не загаживать здесь все и вся Все-таки хочется собирать все это в чистоте И чтобы все было красиво Ну, и начинаем с прогонки, наверное, резьб И засверливания вот этих вот отверстий В которых должны быть болты под крепление звезды В общем, так себе история намечается Но, тем не менее, что погнали Так, собственно, помимо прогонки резьб Все не так просто Резьба это ладно, пол виды У меня тут уютный совочек Дело в том, что вот это привалочные плоскости Тормозного диска И она должна быть идеально ровная и чистая А здесь, как видим, все к хренам закрасили Ну, и что приходится делать? Приходится по стариночке брать напильничек И вот так вот шмурыгать В привалочные плоскости Других вариантов здесь не остается В принципе, это сделать не так и долго Но для этого нужно время и нормальный инструмент А учитывая то, что все это покрашено в кэнди А кэнди это в крайней степени много цветов Ой, много слоев в смысле То получается, что Ну вот как бы в режиме реального времени Я все это делаю И помимо всего прочего Нужно, чтобы рука была твердая Но это ладно Чтобы нигде там краску не зацарапать И прочего Так еще надо сделать плоскость Чтобы она не стала вот такой вот Округлой и горбатой Что я для этого делаю? Я, то есть, ну, предельно снимаю краску Вот Но не до конца Далее беру вторую Привалочную плоскость И точно так же шпарю С нее краску Чтобы вот чуть-чуть Начал проглядывать металл Для чего? Для того, чтобы Впоследствии обеспечить Максимально возможно Ровную Посадочную плоскость Как я это делаю? То есть, вот мы Оставили тут чуть-чуть грунта И если мы Делаем напильником по одной бабушке То он как бы, ну, такие движения Неизбежно имеет А потом Мы делаем вот так То есть, у нас есть Ровная условно планка И уже вот так вот Опираясь на две плоскости Мы аккуратненько Выводим все это в финиш И получается Абсолютно Предельно возможно Ровная плоскость Без всяких последствий Для посадочного места Ну и получается Собственно Вот такая вот Красота В отличие от того Что было И вот так надо проделать С каждой ступицей Далее Ну, незамысловатым Инструментом То есть Обычный метчик Благо здесь Никакая не дюймовая резьба А обычная метрическая Ну и газета Это не самый прочный материал Ну вот Мы берем И всю вот эту вот Газету Оттуда выгоняем Ну и Помимо всего Прогоняем резьбы там Отпоследствий пескоструя И прочих Неприятных моментов И Кстати, да Вот Крышки Хоть и были закрыты Но все равно Остается Какая-то часть Краски А это тоже нежелательно Поэтому Сейчас я вот Прогоню Одну резьбу До конца Вот Главное Иметь хороший Просто метчик И это Не сказать, что проблема В общем-то Вот так у нас получается Там нормальная резьба И вот я говорю Про вот эту плоскость На ней остается Краска Ну и здесь Как бы нехитрыми движениями Также Кидаем напильник И вот такими вот Вращательными моментами Убираем Там Нежелательные приливы И остатки краски Ну просто Чтобы на финише Все это выглядело Максимально хорошо Ну вот Собственно Что-то вроде этого Получается Ну и соответственно То же самое Надо сделать Со всеми Четырьмя ступицами То есть Вот две из них Я уже подготовил Ну вот Передняя например Она полностью готова То есть Привалочные плоскости Здесь есть Уже Полностью сделаны Со стороны звезды Тут не сказать Что сильно Прям Надо заморачиваться С этим Потому что Звезда Так или иначе Ну не Как тормозной диск И Ну не надо Ей настолько Прям Идеальных Привалочных плоскостей Да и тут Как-то Площадь больше И краска Легла ровнее Поэтому здесь Мы ничего делать Не будем Единственное Что мы сделаем Это тоже Я покажу Берем сверло И прогоним Все отверстия Сверлом Под установку Болтов Ну и вот Собственно Эта ступица Точно такая же История Точно так же У нас торчит Газетка В этих ступицах Кстати Газетки не было То есть Наверное Красили в разные Дни Или разные Люди Но Ситуация Та же самая То есть Не все так просто Со сборкой Дисков После покраски Еще требуется Огромное количество Подготовительных Предварительных Работ Так Ну и собственно По ступице Одну я ступицу Прогнал Ну и вот Настал черед второй Тут у нас Вообще Забита газетка Отверстие Здесь на 8 Соответственно Берем сверло Восьмерку И не сильно Мудрыми движениями Просто вот так вот Тудой-сюдой Ага Тудой-сюдой Настолько Что аж Камера уезжает Короче Тудой-сюдой Прогоняем Получаем В принципе Весьма себе Неплохое отверстие Чистенькое Достаточно То есть Все что сыпалось Это исключительно Краска Никакого металла Ну и как видим Вот стандартные Болты крепления Звезды Без каких-либо Проблем Устанавливается Ну и собственно Это свидетельствует О том Что все у нас Идет к успеху А это значит Что прогоняем Оставшиеся 5 отверстий И переходим К выпрессовке Подшипников Насладиться Плодами наших трудов Посадочные места Под тормозные диски Везде у нас Ровненькие И красивенькие И эти плоскости Тоже условно Ровненькие И красивенькие И если бы Еще заблаговременно Вытащили подшипник Они сказали Да похрен Красьте так То вот эти края Не отслаивались бы А отслаиваются Они по той простой причине Что здесь Стекла смазка Но окраска Как бы не очень любит Ложиться На Жирную поверхность Ну как бы Тут уже Вопросы Такого характера Как объяснить Ну в общем Тебе сказали Тебя предупредили Но ты решил Что самый умный Ну и в общем То вот такой вот Результат Крашу К слову Не я Я просто Выполняю работу Ну что Теперь начинаем Вытаскивать подшипники Ну весь этот чудесный процесс Я показывать не буду Потому что Тут либо работать Либо снимать Но Вся суть сводится К тому Что берем Строительный фен Греем По кругу Посадочное место Подшипника После чего Чудесным образом Просто Ну Любой палкой Выбивалкой Мы извлекаем подшипники Благо здесь Втулка Которая двигается И Ударить по обойме Ну не составляет Абсолютно Никакого труда Ну в общем Сейчас этим займусь И покажу Что у нас там Получится Пустя вечность Есть прогресс В общем Подшипники Старые Выпрессаны Абсолютно все Посадочные места Помыты Втулки Ну они же Проставки Помыты Старые подшипники Отправились В мусорку То есть в этом плане Все у нас Идет хорошо Сейчас Нанесу Обычную Подшипниковую Смазку Ну Допустим Пусть это будет Ликвимулевская Смазка Вот Нанесу на посадочные места И мы с вами Перемещаемся На пресс Вот туда Вот рядом с подушкой Чтобы Нормально По-человечески Установить Подшипники Свои Посадочные места Можно Греть На самом деле И так будет проще Вот Ну когда нет пресса Но когда есть пресс Все это идет ровненько И посадку Как правило Не разбивает И можно Устанавливать подшипники Без применения Пресса Ну и что Переходим Теперь на пресс Да Сейчас Поиграем в однорукого Запрессовщика С умом Но вот Как видим Здесь все это Влетает Просто на раз два Все Пресс подняли Ступицу Перевернули Устанавливаем Втулочку И Запихиваем Обратно под пресс Ступицу И точно таким же Макаром Мы устанавливаем Второй подшипник Ну к слову Кто не понимает Происходящего То предыдущие Три ступицы Я уже Запрессовал Так Ну делаем до упора Но это опять же Просто на Чувствах Условно То есть как чувствуешь Так и запрессовываешь Вот Чуть-чуть я выдавил Наружу Как я это понял Ну потому что Надо было стопорное колечко Сразу Установить И все бы в жизни Наладилось А я дистанционной втулкой Продавил Подшипник Обратно Чуть больше чем надо Опять ослабляем Вот Видим посадочное место И видим стопорное колечко Вот Сейчас мы Чудо-пассатишки Стопорное колечко Чпоньк Как с одной рукой Это все удобно делать Все Кольцо Защелкнулось Таким образом Подшипники Мы установили Ну и что Теперь можно Переходить К сборке Пытаться набрать Хотя бы одно колесо Я даже не знаю С какого колеса Начать Но надо хотя бы Один комплект Сейчас без камеры Собрать Потому что я чувствую Это будет Такая головоломка Все это разбиралось Больше месяца назад И я уже Фактически Ни черта Не помню Как там Откуда Какие спицы Благо Я конечно Ряды подписывал Но что толку От того Что я их подписывал Если это было Уже очень 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 давно А там Несколько Видов Спиц И прочие Вот эти вот Радости Так что думаю Сейчас будет у нас Веселье Неописуемая Ну погнали Что думал я Что начну собирать Угу Начала собирать Вот у нас Стружечка пошла Откуда стружечка Ну вот сейчас Буду показывать Вот каждое Отверстие Мы берем И просверливаем Ну как просверливаем Взбиваем краску Сверло у нас Здесь должно быть Ровно 5 миллиметров Вот Потому что Краски достаточно Много И ни хрена Сюда ничего Не лезет Поэтому приходится Заниматься Еще вот такой Вот Дополнительной Дичью Что меня безумно Радует Эти колеса Превращаются В какой-то Нескончаемый Бесконечный Конца и края Не видно Это ДТП Проект Ну что Там вдали Виднеется Два колеса То есть Два колеса Да Видно Из первого Комплекта Сейчас Так Принципиальную Схемку сборки Таких колес Такими ступицами Покажу В общем Берем колесо Оно тут Почему-то В воде У нас Какой-то Был Кидаем Туда Ступицу Не важно Какой стороной Берем Спицы Чтобы взять Спицы Их надо Развязать Немножечко Чпоньк На заднем Колесе Как и на переднем Если спицы Стоковые Все они Должны быть Одинаковые Ну вот В том случае Там какое-то Колесо Самосбор И там Нифига Они одинаковые И начинаем Соборку С верхнего Ряда Значит Верхний ряд И направление Сейчас я покажу Какое направление Должно быть Ну и соответственно Через одну Наступице Собирается Ну я сейчас Потом покажу Но даже Наверное видно Вот Через одну Наступице И в каждое Четвертое Отверстие В ободе И так Собственно С каждым рядом Вот То есть КТМские колеса В этом Плане Ну Как по мне Это достаточно Классическая Схема сборки И ничем Не отличается Есть там На BMW Типа Ну здесь Короче как Здесь обычная Сборка В один крест Ну то есть Вот Раз в крест А бывает Что спицы Там Ну идут Вот так вот Пересекают Как-то То есть В два креста Получается Есть и в три креста Есть там Спицы На которых Там спицы Не 36 А 72 По-моему И там может быть И в четыре креста Но Это все Такое Кастомная история Нам она Абсолютно На самом деле Не интересна Нам интересна Сборка Самых простейших Ступиц По сути Ну Такой алгоритм Сборки Не только У КТМ А у всех Японских Ступиц И Господи И вот Европейских Ступиц Да много Где на самом деле Как бы Спецовка Это такая Ну Она Есть и есть Она имеет Классическую Скажем так Схему Вот Сейчас я Один ряд Накидываю И Собственно По кожу По кожу Что получается Так Шаг Камеру Зарядки Чпонь В общем Вот Получается Верхний ряд Через одну И Здесь Вот направление Тут логично Тут по другому Не вставить Это надо Как-то умудриться Вот И Соответственно В каждый Четвертый Раз Четыре 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 И вот так Мы ряд собрали Но Это не все Сейчас Опять камеру В зарядку Воткну У нас Зарядку Она держать Ну ты что Совсем что ли Не любит Абсолютно Во Поставил Слава богу И набираем Нижний ряд Почему нижний ряд Набирается вторым Хотя Казалось бы Ну Потому что В противном случае Вы верхний ряд Не просунете Потому что Он будет упираться В Уже перекрестья Нижних спиц Ну Они образуют Уже перекрестья И поэтому Нижняя Должна подводиться Под верхнюю Что в принципе На самом деле Даже не особо Зная Как это делать Наверное В принципе Имеет какую-то Логику И можно В случае Что додуматься Но опять же Я Как бы не говорю Что я там Что-то очень сильно Много знаю Я просто Говорю то Что я знаю По своему Опыту Работает Со спицевыми колесами Вот А по поводу Сборки Кстати Вот тоже Я пока Просто все Наживляю спицы И ничего более Сейчас более И не надо В принципе То есть Самое главное Наживить Собрать все кресты А вот это Вот там По преднатяг Как там Первично Собирать Это мы сейчас Поговорим Чуть попозже Это уже Немножко Другая история Вот Так что Сейчас мы Дособираем Верхний крест И Мы можем Сразу Скинуть Тормозной диск Это тоже Не может Не радовать Чтобы он У нас Уже Не валялся Не грустил Но С завода Идет Зелоктайт Сейчас я покажу Как Наносить Лактай То почему-то Это у многих Вызывает Какие-то Непонятные Вопросы Так Короче Вот что У нас Получается Вот так Вот у нас Первый крест И видите Если бы Мы верхнюю Пытались Вставлять То верхняя Спица Упиралась Брезьбой В бабушку Нижней И невозможно Было бы Собрать А Это сейчас Еще тут Свободный Ход Есть Потому что Ну Противоположного Ряда Нету А когда Свободного Хода Нету То все Неправильный Алгоритм Сборки О Не учусь Камера С первого раза Поставилась Так Вкидываем Тормозной Диск Ставим Болтики И сейчас Будем наносить Фиксатор Резьбы Фиксатор У нас Не какой-то Там сверх Лютый Зелененький Типа Прочный Но Не такая Людь Как красный То есть Это возможно Разобрать Он у нас Сейчас густой Подзамерзший Такими Вот Капельками Какашками Стекает В общем Как это все Должно быть Наносится Любой Фиксатор Сверху И вообще По хорошему Когда нормальная Температура Он сам По резьбе Аккуратно Стекает Но Если Такого Нету Мы просто Берем И вот так Вот Друг Об друга Два Мажем Тем самым Мы по Всему Ну По всем Виткам Резьбы Разносим Фиксатор И это Как бы Ну Самое Правильное Его Нанесение То есть Чтобы оно Все было Равномерно Нанесено На все Виточки И вот Вот так Вот раз 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 И все Готово Так И остается Еще Два Чапонька Чапонька Тоже Готово Ну И Незамысловатым Ключом Мне еще Даже Трещотку Лень Доставать Вот так Вот Закручиваем Тут На самом деле Ну Закручиваем Их Равномерно Тут Большого Усилия Нет Я даже Не помню Сколько Здесь На болтах Ну В общем Закручу Так Как Я знаю Динамометрической Рукой Так Сказать Вот Что-то Я разогнался И потихонечку Начинаю Затухать Наверное Потому Что Уже Устала С этими Колесами Так Как Я с ними Работаю Получается Уже Седьмой Час И Вот Как Бо Процесс Сборки Он Гораздо Быстрее Чем Процесс Подготовки Тех Жеступиц После Покраски Затягиваем Крест Накрест То есть Одно Напротив Другой Посадки У нас Чистые Так Что Все Должно Без Каких Либо Проблем Сесть Диск Должен Быть Ровным Только Я Что Тупанул А Нет Все Правильно Это Заднее Колесо Все Правильно Вот Теперь По кругу Протягиваем Ну И Все Диск У нас Совершенно Спокойно Сел Что Делаем Дальше А дальше Как бы Сложности Ноль Мы Переворачиваем И Точно Так же Собираем Вторую Сторону Что Я думаю Вас Это Не Обязательно Сейчас Соберу И Приступим К сборке Переднего Колеса На самом Деле Алгоритм Точно Такой Же Но Что Небудь Там Поговорим И Вот Что Называется Хрен С дворя Угадал Обратите Внимание Какая У нас Ступица Вот Здесь Передняя И Какая Тут И Я думаю Всем Понятно Вот То Есть Вот Так Выглядит Это А Вот Так Выглядит Это И Понятно То Что Они Абсолютно Разные И К сожалению Переднее Колесо Разбирал Не я И Из-за Этого У нас Возник Ряд Вопросиков А Вопросики Оказались Таковыми Что У нас Есть Немножко Разница В длине Спиц Сантиметров Полтора И И Конечно Разбирал Это Не Я И Спросив Владельца Ты Разбирал Где Какой Должен Стоять Он Просто Как бы Спросил А что Они Не Одинаковые Вот И На этом Собственно Все Финиш Больше Я ничего Не могу Сказать И Вот Эмпирическим Путем Я тут Выяснял Какой ряд Откуда Путем Проб И Ошибок Ну И Получается Здесь Как раз Есть Разница При Сборке То есть Верхний Ряд Верхний Который Собирается Первым Это У нас Короткие Спицы Вот Почему То Вот Так Здесь Сделано По Крайней Мере Вот Пока Я Собираю Это Выглядит Так А Нижний Ряд Это Как раз Уже Идут Длинные Спицы И Количество Спицы Одинаковое Соответственно 18 Сколько там Ну да 18 там 18 там Но из этого Делаем Вывод Что так Собирается Две стороны И вот Эти вот Части Именно Туда Устанавливают Спицы Одинаковые Вот Ну и Собственно В такой Веселой Пляске Прошло Полчаса Почему Потому что Я вот Так Вот Туда Сюда Собирал Разбирал Чтобы Первично Понять Как же Собака Она все Так Должна Быть Правильно Собрана Ну вот Вроде Разобрался И в принципе На этом Сложности Заканчиваются Дальше Мы будем Уже Делать Преднатяг Я это Я это Покажу На Одном Колесе Этого Будет Достаточно Потому что Тут Уже Алгоритм Действия Действительно Абсолютно Одинаковый Не важно Там Заднее Колесо Переднее Колесо Вообще Могут Быть Совершенно Другие Колеса А не Вот Эти КТМ Алгоритм Сборки Точнее Алгоритм Предварительного Преднатяга Спиц Будет Одинаковый Но Сейчас Уже Достаточно Радостное У нас Событие По той Простой Причине Что У нас Уже Не гораздо Частей Спицы Подшипники Все это Непонятное И неподготовленное А Все таки Что то Уже Напоминающее Четыре Колеса Да Пусть Они у нас Еще Полуфабрикаты Но Тем не Менее Это уже Не суповой Набор А что то Похожее На колеса Вот Еще Ну Можно Перед сборкой Но мне Не нравится Перед сборкой Это делать Потом все руки В говнеце Но Спицы Желательно Смазать Ну Типа ВДхи Просто Чтобы Проще Все это Собиралось Но Я Немножко По другому Поступаю Я Типа Гайку Накручиваю Тут Буквально На 3 На 4 Витка И Потом ВДшкой Прыскаю Сюда Внутрь Ну То 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 Же Самое Получается Только Намного Чище И само Колесо Остается И руки У тебя Соответственно Тоже Намного Чище Это Приятно Вот Ну И что Остается Две Спицы И это Не может Не радовать Потому Что Это Будет Означать То Что Мы Можем Уже Ставить Станок И Уже Заниматься Худо Бедно Привычной Для нас Работой Ура Все Четвертое Колесо У нас Подготовлено Вот так Вот вся Эта красота Выглядит В сборе Я Безумно Уже Счастлив Что Наконец Этот Процесс Завершился Потому Что Ну Монотонию Никто Не Отменял И тогда Ты Много Времени Делаешь Одно И то Же Это Начинает Надоедать И раздражать Но Самое Главное Пережить Стадию Подготовки Когда Все Уже Подготовлено То Начинает Ити Легче Но Собственно Сейчас Это И Будет Удобнее Всего Показать Так Я Первое Колесо Собрал Просто Пока Что Показываю Одно С вами Соберу Я Помню В общем Что У нас Есть У нас Есть Сварной Шов Ну На нем Биение Это То Самое Самое Плохое Колесо Потому Что Оно Собрано На Каких Непонятных Спицах Тут Есть Более Толстый Есть Более Тонкий Их Подпиливали Подрезали КТМ А Фирмы Юнисон А Это Насколько Я Помню Высококачественный Китай В общем Это Колесо Получало Это Раз Это Колесо Ну Далеко Не КТМ Плюс Спицы Тоже Ну Что Мы Имеем В итоге В итоге Мы Имеем Биение Сейчас Оно Поспокойнее Будет Ну Короче Где-то В пределах Четырех Соток По Всему Кругу Вот Что Для Такого Далеко Не Нового Колеса И Далеко Не КТМ Ну Самого Обода Весьма Неплохо Плюс Он Был Мятый Если Мы Крутим То Видим В одном Месте Будет У нас Такой Вот Он Был Резкий Провал Сейчас Он Опять Будет Раз Вот Он Что Это Это У нас Сварной Шов Вот Здесь Он Проходит Я Даже Помятал Для себя Ну Как бы Биение На Сварном Шве Ничего Удивительного В этом Нет Он Будет Всегда Ну А Так Колесо Как бы Ну Имеет Умеренный Эллипс Не Восьмерку А Замятости По ободу То есть На самом Деле Это Никогда Ни на Чем Не Отрозиться В Реальной Жизни И Ну Если Вы Не Собираете Там Какой Сверх Идеал Который Никому Не Нужен Все Это Весьма Весьма Хорошо Ну Сейчас Будет Повод Сравнить С КТМ Настоящими Колесами Посмотрим Что у них Получится Собрал Еще одно Колесо Из этого Же Комплекта Заднее В общем Вот Что у нас Получается Смотрите Вот Идет Идет Там Полторы Две Сотки Бьется Потом Раз Проваливается Внутрь Почему Ну Потому Что И вот Здесь Вот Смотрите Короче Сейчас Еще раз Покажу Вот Вот у нас Все Неплохо 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 Потом Раз И скачок Откуда Скачок Ну Здесь Немножко Наружу Выгнут Обод И в принципе Да Даже на мою Камеру Видно Эту дугу Вот А вот Тут Он Как будто Внутрь Ввален Ну То есть Вот Такое Движение Сделал Обод И вот Здесь Тоже Внутрь Впалость Здесь Вот На этой Стороне Чуть Да Даже Видно Вот Свет Играет Выгнут Он Ну И в принципе Все Ничего Серьезного Ничего Стражного Нету Ну Обычные Рабочие Моменты Но При этом Абсолютно Как вид Отсутствует Эллипс Есть Только Ну Скачки Собственно От Бурта Где он Чуть Чуть Помят Но Колесо Даже Наверное Получше Чем Переднее То есть А это У нас Заднее Стрелка Там Как Бешеный Пляж Но Понятно Колебается И колесо Крутится Вот Эти Вот Ну От Вмятин Ну Короче Говоря Колесо Очень Даже Ничего Сейчас Будем Дальше Третье Делать А четвертое Которое У нас Переднее Которое Лучше Всего Удобнее Всего Собирать Будем С вами Делать Ну Че Поехали К третьему Те Колесико Более Живое Вообще Чем Вот Первый Комплект Ну Даже Вот Смотрим Как У нас Стрелочка Ну Это Из Разряда Дефекты Краски Уже То есть Где-то Две Сотки Не Больше То есть Это Ну Одна Вторая Миллиметра По факту Это Ни О чем У Колеса Прямые Бурты У Него Нету Эллипс То есть Ну Прям Очень Хорошее Колесо Единственное Где Есть Какие Перепады Это Сварной Шов Ну Он Тут Такой Многозначительный Мягко Говоря Вот А так Колесико Ну Очень Даже Крутое Все Это Крутится Вертится Замечательно Ну А теперь Переходим К четвертому Колесу Последнему Переднему Которые Мы Собираем Вместе С вами Ну Что Давайте По-быстрому Расскажу Про Алгоритм Сборки Колеса Предварительные После Того Как Вы Накинули Спицы Короче Берем Ряды И Вот Например Берем Внешний Ряд И Закручиваем Спицы Не доходя До Конца Лезьбы Ну Где-то По 4 Литка И так Короче Мы Прогоняем Все Ряды То есть Сначала Мы Внешний С этой Стороны Прогоняем То есть Вот Все Прогоняем Прогоняем Тут Я Почему Это Колесо Взял Оно Очень Удобно У него Гайки Спит Шестигранник И Шуруповертом Очень Удобно Все Это Крутить Вот То есть Вот Мы Взяли Типа Ряд Внешних Спиц И Все Прогнали Теперь Берем Противоположную Сторону И С Противоположной Стороны Внешние Ряды Спиц Также Прогоняем Все Ну Не доходя Резьбы На 4 На 5 Витков Где-то Так И После Этого Опять С 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 Прогоняем Точно Так же Но А потом Что Будет Я Вам Конечно Сейчас Покажу Вот Спицы Равномерно Натянуты Ну Как Пред Натянуты То есть Они Все Еще Болтаются Но Уже Имеют Такое Небольшое Натяжение И Что Сейчас Нужно Сделать То есть Вот Мы Обратно Это Место Где У Нас Есть Максимальное Отклонение В ту Сторон Соответственно Спицами Этого Ряда Двумя Тремя Мы Должны Обуд Притянуть Вот В эту Сторон Таким Образом Постепенно Выравнивая Геометрию Ну И Собственно Алгоритм Сборки Такой Дальше Боли То есть Потихонечку Пока Спицы Еще Не Сильно Натянуты Мы Берем И Выводим Самые Большие Места Кривизны Вот У нас Место Кривизны Где Обод Смещается От Оси Вот Мы Накрутили Вот Видим На 2 Миллиметра Отклоняется Дальше Раз Идет На спад То есть Вместе Максимального Отклонения Здесь Нам надо Обод Сместить В эту сторону В противоположную Ну И Собственно Такими Движениями Тудым Сюдым Тудым Сюдым Мы Постепенно Выправляем Геометрию Ну А что Будет Дальше Покажу Естественно Через секунду Вот Смотрите Что у нас Предварительно Получается Путем Выведения Именно Больших Вот Этих Колебаний По ободу Тут есть Тоже Вопросик Он В одном Месте Немножечко По бурту Волной Пошел Ну Может Где-то Неудачно Там Куда-то Влетели В бордюр Или Что-то Но Тем не менее Вот у нас Биение Уже Оно Вот В одном Месте Только Клюет Видим Да Вот Сейчас Будет Хоба Почему Ну Потому Что Соответственно Немножечко Геометрия Обода Ушла Вот Но Это Не страшно Значит Большие Все Вот Эти Вот Места И Отклонения Я Вывел То есть Как Я Показывал Там Если У нас Отклонения Сюда Утягиваем Туда Если Оттуда Туда Но Это Логично Вот Теперь Когда Уже Более Менее У нас Есть Геометрия Можно Аккуратно По рядам Равномерно Протягивать Спицы То есть Точно Так же Внешний ряд Этот Тянем Потом Внешний ряд Тот Тянем Потом Внутренний Этот Тянем Потом Внутренний Тот Тянем И После Этого Уже Опять Возвращаемся К Индикатору Часового Типа И Смотрим Где У нас Отклонения Опять Появились Они Неизбежно Появятся И Точно Таким Же Способом Их Убираем Ну И Финал Всего Происходящего В общем Отцентровал Это Колесо Но Как Оказалось Все таки Вот Это Заднее Предпоследнее Третье Колесо Было Самое Лучше Это Колесо Хоть Неплохо Но Есть У него Дефект Вот Здесь Чуть Чуть Борт Погнут Ну Совсем Немножко То есть В общем И целом Колесо Вполне Себе Нормально Вот Здесь У нас Где-то Наблюдается Сварочный Шов И Так Совпало Что Тут У нас Небольшой Удар А Здесь У нас Недалеко Сварочный Шов Ну И Одно Другое Дает То Что Есть Вот Такой Скачок Правда Многоцветки Это Тяжело Поймать Но Видно Как Гуляет Вот Этот Борт Тут Раз Раз Резко Просадка Идет Хоба Хоба Вот Но В целом Все это Весьма И весьма Неплохо То есть Могло Быть Намного Хуже А Это Будет Ходить Долго И Счастливо Вот Ну И Собственно Что На этом Мы Заканчиваем Этот Удивительный Сериал Длиною Сколько Ну 12 часов В общей Сложности Примерно Ну А С вами Была Мастерская Панк Мотогараж Я Сергей Панкратов И Всем пока А за такой Волшебной Покраской Ну В такие Безумные Вообще Цвета Обращайтесь В Руал Но Опять же Имейте ввиду Что за все Вот эти вот Привалочные Плоскости Никто не обязан Отвечать Кроме вас Потому что Люди занимаются Автодисками А вот это Вот все Это полноценный Мотодрочь И В целом Я не представляю Как аккуратно Можно закрыть Все эти Привалочные Плоскости Чтобы потом При их Ну как Освобождении От защитного Материала Все Ну Лакокрасочное Покрытие Смотрелось Красиво Так что Лучше Делать Наверное Как я Долго И мучительно Снимать Все После Покраски Ну и На этом Будет Все Все